Сколько всего репатриантов проживает в республике? Выросло ли их число за прошлый год? Из каких стран прибывают наши соотечественники? В первую очередь это Сирия, Турция, Иордания, Югославия, Израиль, ну и несколько человек с Европы. Это те, которые с Турции и Сирии оказались в Европе. Мы можем сказать, что более 2,5 тысяч постоянно проживающих. За прошлый год к нам более 150 человек вернулось. В основном тоже это Сирия, ну и те страны, которые я перечислил. А как вы оцениваете социальную адаптацию семей наших соотечественников? Находят ли они работу в регионе, активно ли изучают русский язык? У нас очень и врачей много, и преподавателей много, в культуре сфере работает, в Турции, Анальмасе, Исламе, Национальном музее, во всех сферах работает. Но большинство, скажу так, что это в ресторанном бизнесе, скажем так, кафе, в первое время тяжело. Но потихонечку они адаптируются, учат язык, особенно молодежь, особенно дети. Дети, которые заканчивают школу, есть среди них и золотые медалисты, которые поступили в первых, вторых, третьих, четвертых классах. Остальным чуть тяжелее, но тем не менее, очень целеустремленные. 1 августа проходят торжественные мероприятия, как стала традиция, и концертная программа большая, и в конце Адгаджеку, это площадь дневния согласия, 18 часов. В телефонном разговоре Туран подтвердил, что его готовят к депортации обратно в Турцию с запретом въезда в Россию до 2031 года. Делая выводы, автор публикации справедливо замечает, что репатрианты осознают свое шаткое положение и бесправие на родине. По чьей-то прихоти, по любой самой незначительной причине, их могут выгнать из страны. И более того, даже после получения российского паспорта, угроза депортации не исчезнет, продолжает рассуждение админ, вспоминая историю Муаммара Коблева. В преддверии Дня репатрианта, который ежегодно отмечается 1 августа, эта новость выглядит еще более иронично. Провластные каналы сообщают о готовящихся мероприятиях к этому дню, но не упоминают, будет ли оказана честь черкесу из Турции, которого готовят к депортации, принять участие в праздничных мероприятиях. Не заходя в глубокие рассуждения, очевидно, что черкесы в диаспоре, осознавая все существующие угрозы и не видя реальной перспективы на возвращение, предпочитают оставаться удовлетворенными гражданами тех стран, в которых проживают. Поэтому единственным механизмом может быть только получение безусловного юридического права на возвращение на свою историческую родину. Пожелаем этого всем нашим соотечественникам. Спасибо Аскерасхаду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok